Гляну я, слава Богу, слава Иисусу Христу, нашему Спасителю Господу, приветствую всех братья и сестры, дорогие мои, дорогие друзья церковной реформации, друзья, всем привет огромный с Киева. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Первое послание Иоанна 4,8. Это местописание я обозначил как как раз для этой трансляции, главное для этой трансляции, основное для сегодняшнего вот такого утреннего эфира, с этой утренней молитвой. Слава Богу. Вот и у меня здесь проскомедия, приготовление для причастия хлеба, преломления. Налейте себе соку, если нет сока, допустим, у меня сейчас вот здесь просто компот наливаю, у меня сухофрукты, сварил утром и вот моя проскомедия такая. Или просто воды, даже бывает просто беру бутылочку воды с собой, вот если где-то в дороге особенно, вот хлебушек, какой-то сухарики какие-нибудь допустим. И самое главное в причастии хлеба, преломления, это вот само размышление, рассуждение о теле крови Господа нашего Иисуса Христа. Слава Богу. Да, друзья, всех вас приветствую, благоставляю именем Господнем, именем Иисуса Христа. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Да, и продолжаю чтение 1 Иоанна, 4 глава, чуть выше, в 7 стихе написано, с 7 стиха начинаю, читаю. Бог да благословит сегодня, этим утром всех нас, и это чтение Господь да благословит. Да, доброе утро, семья моя, кто подключился, супругу приветствую, Инну Сергеевну мою, мою, детишек, внуков, надеюсь, они уже подключились, смотрят. Вот, слава Богу. Сегодня на утреннем эфире, с утренней молитвой, эфир прямой, я хочу прочесть из 1 послания Иоанна, 4 главы, 7 стиха, начиная. Написано, здесь первое слово этого стиха, возлюбленные. Вот, и, в общем-то, на этом можно даже, как бы, сегодня уже и остановиться, потому что это уже, вот, тема для размышления, молитвы, вот, я прочту, постараюсь прочесть дальше, попробую прочесть дальше, вот, как Бог удаст уже. Но, вот, вот, самое первое слово, вот, 1 Иоанна, 4 глава, 7 стих, возлюбленные. Друзья, мы, дети Божьи, возлюбленные, мы не брошенные, не оставленные, не сироты, не второсортные, не какие-то еще там, не терпимые Богом. Вот, вот, как вот, порой религиозное сознание человеческое рисует такие картины, что, ну, как говорится, упаси Господь. Знаете, вот, вот, и если бы не Бог, то действительно не дай Бог. Потому что, порой, религиозное воспаленное сознание совершенно извращает образ Бога и человека и окружающего мира. Религия часто одевает такие, какие-то темные очки какие-то, или розовые очки, или вообще, ну, одним словом, она делает, знаете ли, не способным человека воспринять все как есть. А все превращает, преломляет, вот, да еще можно сравнить это, знаете ли, вот, с кривым зеркалом, вот, который искажает, намеренно искажает все и вся. Вот, представьте, если бы, вот, такие кривые какие-то стекла, вот, были бы еще на, вот, на, как, на линзах, на очках. Вот, вот, нечто подобное происходит. Я это сравниваю, знаете, еще с чем? У себя в церкви, я это уже, так, не раз уже, пару раз уже, иллюстрировал примером из сказки. Вот, я думаю, что очень многие сказки, они являются очень хорошим примером, хорошей иллюстрацией. Как, допустим, Нарнии, хроники Нарнии, допустим, да, вот, очень хорошая иллюстрация для, вот, вот, таких библейских пониманий, для библейского понимания Бога, для библейского понимания спасения вообще. Очень многие сказки, как говорится, ложь, сказка ложь, давний намек. Добрым молодцам урок, но можно сказать, по-другому перефразировать, сказка ложь, давний намек, христианам всем урок. И вот, если брать хроники Нарнии, это сказка, с одной стороны, но с другой стороны, допустим, это очень хороший урок для, не только даже для детей, подростков, и для взрослых, для всех. Если мы это на любую такую притчу будем договорить, да, там, притчи, это можно назвать все, и анекдот, и сказка какая-то, вот, там, фэнтези. Вот, можно сделать очень хороший урок. Но сейчас я не про Нарнию, я хочу вспомнить другую сказку про Каи и Герду. Помните, Снежная королева, вот, история этих детей, мальчик и девочка, Каи и Герда. Вот, и, знаете, там, когда, когда зеркало то волшебное было разбито, да, значит, то осколки разлетелись туда-сюда, вот, и попадали людям, там, кому в сердце, кому, там, глаз, там, вот. Вот, и вот Каи этому попало в глаз, там, значит, да, значит, и попало в сердце, вот. И нечто подобное, знаете ли, совершает грех, и нечто подобное совершает религия вообще, как таковая. Я сейчас хочу разделить религию и веру, веру и религию. Как это делает, делал отец Александр Борисов, московский протеерей, вот, в своей книге «Побелевшие нивы», или же «Размышления о русской православной церкви». Этот московский священник православный, уважаемый человек, один из таких последних московских интеллигентов. Вот, знаете ли, священников интеллигентов, реформатор, можно сказать так вот. Но он реформатор-эволюционист, будем так говорить. Он верит в такую, как бы, теорию эволюционной реформации. Я частично согласен с ним в этом, но верю, что есть и революционная реформация. Есть и эволюционная, и революционная. И на практике должно быть соединение и того, и другого. Есть вещи, которые нужно эволюционно решать, есть вещи, которые революционно нужно решать. Однозначно, в церкви. Поэтому реформация и революционная, и эволюционная. Так вот, и в своей книге «Побелевший Нивы» протоиерей Александр Борисов, он очень мудро разграничил вот эти понятия вера и религия. Религия и вера. И даже противопоставил эти вещи, эти понятия, именно друг другу. Противопоставил. Противопоставил. Потому что вера – это то, что идет изнутри. То, что меняет человека именно изнутри самого, из сердца. А религия – это то, что давит снаружи, обтесывает человека снаружи. И, в общем-то, «religare» – латинское слово, от чего происходит слово «религия». Это связь, и это больше всегда использовалось в латинском обозначении в римском и праве, и в культуре римской. Обозначение всей системы жертвоприношений, традиции, культуры религиозной и прочее. Вот это все религия, внешние атрибуты всей этой религии. И человек может быть вполне религиозным, но неверующим. Ну и, соответственно, наоборот. Он может быть верующим, но нерелигиозным. Как, допустим, в русской истории пытался это сделать, осуществить граф Лев Николаевич Толстой. Он даже тоже в своих сочинениях противопоставлял религию и веру. Но, как Алексей Ледяев, такой великий проповедник в русскоязычном мире, протестантского мира, харизматического, сказал по этому поводу очень метко, коротко и ясно. Он сказал так. «Религия – это форма, лишённое содержание. Вера – это само содержание». Вот, знаете ли, конечно, в идеале было бы, чтобы и то, и другое было бы так вот, ну, как бы, удачно совмещено. Но, потому что всё равно вера, она как-то требует своего выражения какого-то определённого, какой-то формы, знаете ли, выражения. Но эта форма, как только она появляется, вот как ни странно, она начинает грубеть, как вот шкура какая-то, вот, да, допустим, сброшенная, религия вроде сброшена. Но как только обрастают новые чешуйки, значит, это уже кожа, уже шкура, она уже всё, она уже твёрдая становится. Вот, через некоторое время. И поэтому время от времени нужно всегда это сбрасывать, эту кожу, вот, и действительно быть открытым для вот нового всего. Но очень удачно, конечно, сочетает вот апостол Иоанн, допустим, да, вот, религию и веру. Вот, но, дамы и господа, вот, религия, что делает именно, вот, она, как бы, вот, как в истории, в той сказке, просто превращает другой взгляд, слушайте, другой взгляд совсем. Другой взгляд на мир, на самого себя, я это по себе вижу, я это по себе помню. Я по себе это осознаю на своём примере, личном примере, там не надо никуда ходить, мне далеко там, в принципе. Вот, и как в сказке той, Кай, он любил Герду, да, они жили вместе, душа в душу. И вдруг раз, знаете ли, как бабки сводили, Кай изменился вообще полностью, он стал ненавидеть всё это доброе, хорошее, ему понравилось всё плохое, вот, у него такой наступил момент, такой страшный, конечно, вот, в этой сказке. И сердце его стало другим, бледяным, значит, там, и глаза, и взгляд его был совсем другой, всё видел красиво, видел уродливым и прочее. Вот грех, что делает в жизни человека. А потом было исцеление, да, этого мальчика, когда эти осколки вышли, он снова стал чувствовать, любить, он снова стал видеть прекрасным, прекрасное, а уродливое, уродливым. Вот, и действительно, смерть это смерть, жизнь это жизнь, он снова стал всё это видеть нормально, а потом путал эти понятия. Вот, и, знаете, действительно, когда происходит духовное такое перерождение человека, возрождение свыше, то всё становится на ноги, с головы, всё в нормальное состояние приходит. И ты видишь этот мир, действительно, Божьими глазами, и самого себя Божьими глазами видишь, и окружающих. И вот, как написано здесь, возлюбленные, возлюбленные, то есть, это послание любви, послание не для кого Бог терпит, там, или так вот, ну, ладно, там, седьмая вода на киселе, где-то дальний родственничек. Нет, а возлюбленные. Мы дети Божьи возлюбленные, и это великое Евангелие Бога. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе. И вот, совершая хлебопреломление, причастие, я каждый раз рассуждаю, да, я возлюблен Богом, святым, я Ему нравлюсь, всегда-всегда, Он меня любит, всегда-всегда, не перестаёт любить. Вот, спасибо Господу за всё, спасибо Ему огромное, спасибо. И я таки прочту. Иоанн пишет, первое послание Иоанна, 4 глава, 7 стиха. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рождён от Бога и знает Бога». То есть, вот, важнейшая характеристика, вот, рождённого свыше человека, вот, это, как бы, универсальная такая характеристика. Потому что, есть разные учения о том, как, вот, что такое рождение свыше, разное понимание. Но есть важнейшее, для меня самое важнейшее, рождён ли человек свыше, любит ли он. Любящий, всякий любящий рождён от Бога и знает Бога. Если человек нелюбящий, то он не рождён ещё. Даже если он совершил всё религиозно, весьма правильно. Он крещён, он воцерковлен, он в служении, допустим, в церкви. Или он там, если в протестантском мире брать, то он вышел там к кафедре, там, вышел к сцене, там, произнёс молитву покаяния. Вот, и воцерковился там в протестантский мир. Если там в католической церкви, то тоже там, ну, крещён, конфирмация, там всё прошло. Он уже, как бы, уже, значит, воцерковился, стал католиком. Неважно, в православной церкви мы становимся православными, в протестантской церкви мы становимся протестантами. Вот, в католической церкви мы становимся католиками. Но христианами мы не можем стать ни там, ни там, ни там, по сути, если только будем держаться только в церковлении нашего. Христианами мы становимся только лишь от Иисуса Христа, только лишь от Христа, больше ни от чего. Рождение свыше происходит только лишь от Его любви, Божьей любви, и больше ни от чего. И любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога. Ну и понятно, Бог не познал этого человека. То есть нет печати Божьего Духа на человеке. Божья печать, это есть печать число человеческое, а есть печать Божья. Печать Духа Святаго, печать Божья, это познал Господь своих. Когда человек познает Бога, а Бог познает человека. И вот кто не любит, тот еще не познан Богом и не познал Бога. Потому что Бог есть любовь. И дальше вот гимн такой любви. Вообще слова Бог есть любовь я обозначил как раз на картинку, для трансляции сегодняшней утренней. Вот. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Аллилуйя. Вот в чем Божья любовь, открывшаяся, раскрывшаяся во всей Своей полноте. Бог и раньше раскрывался как любовь. Но, знаете ли, в истории до благодати пришедшей, в истории до благодатной, до нашей эры, как мы говорим, до Христа, до пришествия Машиаха, что происходило, Бог раскрывался как любящий Бог, любящий Отец. Любящее сердце его раскрывалось. И особенно в этой вот книге, замечательной, поэтической, песне-песней, там как раз вот на примере вот любви мужчины и женщины показывается вот эта любовь Бога к человеку и любовь человека к Богу. И взаимоотношения эти, любящие, любовников взаимоотношения Бог и человек, человек и Бог. Великие любовники, Бог и человек, человек и Бог. И это действительно вот воспето в песне, вот песне-песней. Я поэтому даже говорю братьям порой, что в книге всех книг есть песня всех песней. И в этой песне всех песней есть стих всех стихов. Книга всех книг, песня всех песней. Стих всех стихов. Они, ле-до-ди, ве-до-ди-ли. Так звучит на оригинальном языке, еврейском, этот стих. Переводчики синодальной перевели. Я принадлежу моему возлюбленному. Возлюбленный мой принадлежит мне. То, что переведено вот ле-до-ди, ве-до-ди, оно как принадлежность друг другу. Это тоже правильный перевод, но это далеко не все. Это один из десятков вариантов перевода. И буквально вот это ле-до-ди, ве-до-ди можно перевести как Я в нем всецело нахожусь, он всецело во мне. Я получаю несравненное удовольствие. Он получает несравненное удовольствие. Это описание тоже любовников. Это описание, как говорят, экстаза. Это описание, когда вместе они получают экстаз, ощущают и он, и она. Вот соединены вместе в одно целое. И вот это описание ле-до-ди, ве-до-ди, оно с древнейших времен, еще до пришествия Машиаха, еще до рождения Христа, оно уже провозглашалось как именно единение Бога и человека. И даже вот звезда Давида, Маген Давид, да, из двух треугольников соединенное, соединение двух треугольников, оно с поком веков имело разные, конечно, объяснения, но одно из объяснений, это любовное объяснение. Это объяснение любви, что Бог есть любовь и человек есть любовь. Что вот треугольник, который вверх, острием, да, это устремление человека ввысь, будем так говорить, да. Как, допустим, вот в католической традиции, да, шпили такие вот, они вот острием вверх. Или на Кавказе, допустим, храмы, да, армянские, грузинские храмы, они вот так вот, такой горочкой сделаны. У нас такой нечасто, у нас, собственно, таким, все такое, как бы, как сказать, это, как пламя свечи, такой вот, горящий такой, да, или купол такой, как шлем, допустим, какой-то такой больше у нас, да. А вот на Кавказе вот так вот, мне очень понравилось. И вот это указание как раз на, что человек есть любовь и устремление человека к Богу. А вот треугольничек острием вниз, это знак того, что Бог есть любовь и его устремление вниз к человеку, его страсть к человеку, его страстное стремление. Вот соединение двух любовников, соединение двух, вот, частей одного целого. Бог и человек, человек и Бог. Поэтому я иногда, вот, когда изображаю маген Давид, звезда Давида, я иногда по центру рисую крестик, как вот напоминание о том, что на кресте Голговском соединение произошло небесного и земного, двух любовников, Бога и человека. Но, наверное, правильный я иногда рисую еще и чашу. И вот эскиз нарисовал тоже в эти дни как раз, эскиз для вот новой такой работы. Там тоже звезда Давида, такая вот, как знамя, не знамя, но вот как пламя, не пламя, что-то такое вот растекающееся. Вот, значит, и звезда Давида, и в ней чаша, чаша. Я думаю, что чаша даже лучший образ, чем крест. Ну и крест тоже можно ставить, да, значит, но чаша тоже очень хороший образ, потому что чаша означает именно, действительно, вот, Новый Завет в крови Господа, что, тем более, вот, касательно причастия об этом стоит говорить, конечно. Потому что идет речь о том, что Новый Завет заключен в крови Христа, о том, что это кровный завет, он и она, да, вот, кровью заключен завет брачного ложа. И вот, значит, и здесь Бог и человек, и завет заключен кровью Агнца Божьего, вечный святой завет, все. И это никогда не пройдет, это никогда не закончится, это вечный завет Бога и человека, человека и Бога. В личности Христа, Его Божественной крови, Он сказал, пейте из нее все, это есть чаша, Новый Завет в моей крови, который проливается за вас, за многих. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Святой, спасибо тебе, Боже Всемогущий. И хлеб мы берем тоже, у меня сегодня, так, хлеба нету, опять, вот, но у меня вот есть крекер украинский, вот, и просто печенюшка, кстати, похожа на католическую, такой, да, значит, пресную, тоже пресная такая у меня как раз вот, крекер пресный. Вот, возьмите тоже себе печенюшку, налейте себе воды или соку, или хлеба, если есть там, что угодно. Кстати, после Пурима будем закупаться мацой, как раз вот, и закупим себе побольше, наверное, мацы. И в синагоге можно купить мацы, значит, и так вот здесь вот в Киеве, благодать вообще в Украине, в маркетах больших, прям на полках можно купить мацу эту. Вот, так что с Израиля можно заказать мацу, пожалуйста, привозят братья. Вот, и опресники используем в церковном хлебопреломлении, часто мы используем опресники, вот такие вот именно мацы. Но самое главное не то, самое главное это, будь это батон хлеба или маца, или печенюшка, или что-то, или сухарик, просто вот, как я беру здесь тоже порой в причастие, использую. Даже в дороге, допустим, да, где-то, вот, здесь засушил. Орловский хлеб люблю очень, ржаный, у меня осталось еще здесь немного, совсем, там ломаю, в суд бывает хорошо. Вот, просто сухарик засушил, порезал, орловский хлеб. Еще немного пахнет даже орловским, таким настоящим ржаным хлебом. Вот, в Украине вкусный хлеб, по-своему вкусный хлеб, но вот такого орловского нет, вот это здесь. Да, это, это шедевр. Из всех ржаных хлебов, орловский, наверное, самый удачный вообще, вот как, по моему вкусу. Вот, и обожаю орловский хлеб, с самой юности. Вот, значит, и, знаете, вот, кстати, если здесь в Украине бизнес делать, то можно было запустить, было бы как раз производство именно орловского хлеба. Думаю, спросом бы пользовался, потому что здесь днем с огнем не найдешь вообще такого хлеба. Вот, делают украинский, белорусский, разные варианты, но не такой. Но сейчас не о том даже. Беру, наливаю воды себе, обычную бутылочку, вот, я часто наливаю, просто кипяченой воды наливаю, остывшей. Вот, значит, и сухарик, вот у меня с собой, и хлебопреломление совершаю, рассуждая о теле крови Христа, о теле крови Господа Иисуса Христа. Ну, сейчас не буду грызть, потому что не разгрызешь сейчас, он очень хорошо засох. Вот, но самое основное, вот, причастие, это действительно понимать, что мы любовники, мы одно целое. Мы, знаете, соединены с Ним кровью Святой Завета Вечного. Соединены с Богом Святым кровью Завета Вечного. И Он есть любовь, и Он свою любовь доказал нам, всему человечеству. Доказал, если раньше, если до пришествия Машиаха, до Рождества Христа, если до Его первого пришествия, да, то, что у человека были основания, у человечества в целом, у разных народов, особенно у неевреев, у многих были основания, знаете ли, подозревать, как бы, Бога в чем-то, и обвинять, и не доверять Богу, не доверять именно Богу, и сомневаться в том, что Он есть любовь, при том, очень серьезно сомневаться даже, достаточно почитать ветхозаветные повествования, и многим народам, знаете ли, там, действительно, даже и израильтянам порой было, знаете ли, первый кнут, не только первый пряник, но и первый кнут доставался израильтянам самим-то. Вот, поэтому и евреям, и неевреям, в общем-то, до пришествия Машиаха, первого Его Рождества, его Христово времени, до нашей эры, действительно, много было поводов, засомневаться, а любит ли нас Бог вообще, и хороший ли Он, знаете ли, вот, много можно было бы сомневаться, хотя, на самом деле, сомнения, все эти лживые сомнения, это все дьявольские сомнения, на самом деле, Бог есть, действительно, любовь, и Он всегда был любовью, и Его, Он, действительно, являлся своей милостью, Он создал этот мир, Бог Авраама, Исаака, Израиля, Бог патриархов и пророков, Отец наш. Но, две тысячи лет назад, без малого, Он доказал свою любовь. Он доказал к нам святую свою любовь, однажды и навсегда. Теперь уже, вот почти две тысячи лет прошло уже с того момента, скоро будем отмечать уже, да, двухтысячелетие вот этого завета вечного, в 2030 году, получается, да, 2030 год, уже скоро, отметим все вместе двухтысячелетие вечного этого завета, завета Бога с человеком в крови Иисуса Христа совершенным. Потому что, да, в 30 году нашей эры, Машиах, Он подал чашу Нового Завета своим ученикам на той последней пасхальной вечере Ветхого Завета и уже первой пасхальной вечере уже Нового Завета и дал хлеб ученикам своим, и они пили и ели, а затем через несколько часов, о, все это стало исполняться натурально, действительно, физически. И действительно, Его и арестовывают, Его и избивают, Он унижен, оскорблен, Он избит до полусмерти, Он несет крест, Он умирает, как в той песне поется, «Доль Павиа Долороса». О, спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, Святой, благодарю Тебя. Он все это совершил, Агнец Божий, Сын Божий, Иисус Христос, Ишуа Машиах. И на кресте Голговском, обливаясь кровью, Он воскликнул, «Совершилось!» Агнец от века закланный. Но тогда, в 30 году нашей эры, Он совершил это великое искупление рода людского. «Благословен Господь, Бог, Царь всей Вселенной!» «Благословен Господь, Бог наш, Царь наш, Владыка наш!» «Ты есть Любовь!» Спасибо. «Ты возлюбил нас и отдал Сына Своего за нас, отдал кровушку свою за нас, единокровного, единородного, на крест, на Голгофу, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Спасибо Тебе за жизнь вечную, бесконечную, счастливую, пресчастливую. Спасибо Тебе за дар вечной жизни во Христе Иисусе, Господе нашим. Аминь. 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 Спасибо. Спасибо. Благословен Господь. Тело Христа. Аминь. Кровь Христа. Аминь. Примите, братья, пейте, ешьте. На здоровье. Пейте, ешьте на радость. Пейте, ешьте, воспоминая тело и кровь Господа Иисуса Христа. Ранами Иисуса Христа, кровью Его Святой, слишком величайшей ценой, я исцелен. Я прощен, благоставлен, освящен. Всеми благословениями небес благоставлен через кровь святую Агнца Божьего и Иисуса Христа. Величайшая цена была уплачена сполна. Бог примирился с нами. Мы примирились с Богом через кровь завета вечного, через кровь Агнца Божьего, закланного от века. Исторически в 30-м году нашей эры это произошло, а в вечности это произошло как искупление всего творения. То, что 2000 лет назад произошло на кресте, это лишь была проекция того, что в вечности свершилось уже. Бог разодрал свое сердце за нас. Он отдал свою душу за нас. Жизнь положил за нас. Спасали нас. Кровь божественная. Спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя, Боже, за жизнь вечную. Аминь. 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 Спасибо, Господь. Спасибо. Спасибо, Господь. Лехаем. За жизнь. Ты действительно отдал свою жизнь за жизнь мира. Слава тебе, Господь. Слава, слава, Агнцу Божьему, возвеличен Ты, достоин славы всей. Велик наш Бог на троне. Поем тебе хвалу из сердца своего. Велик и славен наш Господь. Спасибо тебе, Господь, Агнец, закланный, Дух Святой, утешитель. Благодарю тебя, мой Бог и Царь. Благодарю тебя, Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный. Хвала тебе. Аминь. Благодарю тебя, Господь, Бог Святой. О, спасибо. О, спасибо, Господь, спасибо, спасибо. О, Иегова, Бог Авраама, Исаака Израиля, Бог патриархов и пророков, Отец наш, сущий на небесах. Да святится имя Твое, и да придет царство Твое. И воля Твоя свершается на этой земле, и да свершится она во всей своей полноте. Вся Твоя программа, вся Твоя воля на этой земле, как на небесах. Благодарю тебя, что две тысячи лет назад началось это великое восстановление. Агнец от века закланный, то, что свершилось в вечности, в нашем земном измерении это проявилось. В лице Иисуса Твоя любовь явилась всему человечеству. И страдавшемуся всему человечеству. И Ты, Бог, во Христе примирил Собой весь мир, не вменяя людям преступлений их. И Ты дал слово примирения нам, людям. Спасибо Тебе, Господь. Огромное Тебе спасибо. От всего сердца благодарю Тебя, Господь. Спасибо, спасибо, спасибо. Аминь. Аминь. Арман пишет Аминь. Аллилуйя. Света Давиденко, Дяченко. Шалом. Дети любви. Аминь. Дети любви. Очень хорошо сказано. Дети любви. Аминь. Мир Божий всем вам, братья и сестры. Благоставляю во имя Господне. Был вечер. Утро. Еще один день. Слава Богу. День за днем идут дни. Идет время. Впереди вечность блаженная. Слава Господу всемогущему. Хвала Ему и честь. Сегодня вечером, дамы и господа, братья и сестры, подключайтесь в 6 часов вечера по киевскому времени. Кто не успевает, то просто потом в записи посмотрите именно Пурим. Беседа, уже шестая беседа, посвященная Пуриму, празднику Господнему. Празднику, библейскому празднику. В честь Господа, может так выразиться. В честь Его Божественного Пурима. Спасибо Господу за все. Благоставляю вас всех во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь, 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 аминь. Обнимаю всех, целую и благоставляю во имя Господне. Из города Киева, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журублев. Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя. Мир всем вам и благодать. Роман пишет о благословении Божьих вам, пастор. Дякую, дякую, брат. Все с миром Божьим. Аллилуйя.